И мы все на самом деле очень-очень разные. Причем в том, что у нас у всех уникальные тела, но нет двух человек на земле одинаковых. Все по образу и подобию. Даже вы поверьте мне, мало того, что мы внешне разные, да. Я вот сейчас последние, наверное, месяц-полтора-два очень плотно тренировалась с людьми. Два человека обязательно каждый день кто-то ко мне приходил. И я занималась, вот именно, меня интересовало программное обеспечение человека, доступ к нему, к нему. И как через изменение программного обеспечения изменить реальность человека, да, именно событийные. Так вот, эти тренировки, на самом деле, меня очень сильно впечатлили, потому что люди, вот здесь тоже многие, с кем я работала, и есть, которые сюда не приходили, вяде, когда-нибудь придут. Мне было очень интересно смотреть, как устроено программное обеспечение людей. Поверьте мне, не было двух человек с одинаковыми, не просто программами, а даже записью программ. То есть, есть люди, у которых вообще там, мало того, что шкафы переполнены, так они еще перепутаны между собой программами, да. То, что должно лежать в одном шкафчике, лежит за всем в другом шкафчике. А есть люди настолько структурированные, что у них вот четко все разложено по полочкам, идеальный порядок, и все классно. И вы понимаете, что у вас в голове, то у вас и в жизни. Ну вот реально, это так отражается. Но я к чему говорю? Мало того, что в голове должен быть порядок, вы четко должны понимать, чего вы хотите, у вас должны быть четко написаны цели, то, что вы хотите получить в этой жизни, вы тогда будете иметь то, что вы хотите. Потому что мой опыт показывает, что 90, ну больше 90% людей имеют в своих убеждениях программу. А-ля, Бог пошлет самое лучшее. Что Бог не сделает, то и хорошо. Все, что не делается, то к лучшему. Это, наверное, практически у 100% населения. Вообще просто. Знаете, как эта программа работает? Есть человек, который находится и говорит, давай вот здесь моделируем там какую-то ситуацию. Через обучение. Никаких воздействий здесь не надо. Это программное обеспечение человека. Можно работать только с самим человеком и с набором его внутренних программ. Но есть вопросы, запросы на ситуативное обучение человека. И один человек запрашивает ситуацию на обучение, себя же, да? Он имеет право Бога это сделать. А второму человеку, что Бог не делает, то и хорошо. Вы понимаете, какие возможности это дает? И когда человек начинает анализировать, так что же у него в башке стоит? Почему с ним это случается? Вот за что ему пришла вот эта ситуация? Там присвистело неизвестно откуда. Ничего не происходит случайно. Вообще ничего. Все, что не делается, это отражение вас. Внешний мир, это отражение вас внутри. Ваших программ, убеждений, встречных выигрышей и всего остального. Поэтому, когда вот начинаешь с этим работать, понимаешь, что очень интересные программы, очень интересные могут быть... Тут вообще не надо никакой черной магии, никаких принуждений, ничего. Это все лежит абсолютно полностью в рамках законов Вселенной. Это просто работа человека, в чем она может осуществляться самим человеком, самим собой, своим событийным рядом. Мы все настолько уникальны, что и воспринимаем информацию, и строим вот эту картину миру своим, абсолютно по уникальным своим программам. У каждого свой набор. И у каждого есть доминирующие каналы поступления информации. И, скажем так, те каналы, которые мы способны игнорить вообще. Ну, вот нам он, почему-то он перекрывается у нас. А перекрывается он почему-то? Потому что у нас вот программа стоит на перекрытии вот этого канала. Потому что он нам не выгоден. Вот наша бессознательная в какой-то момент решила, что этот канал вот он нам не нужен для того, чтобы мы приобрели какой-то жизненный опыт. Если мы найдем вообще, чему нас учили, и программу заменим, то у нас все каналы будут работать синхронно, нормально, абсолютно объективно. Но бывает такое, что где-то есть косички, да, есть программы, есть ограничения. У каждого своя жизненная задача. И под эту жизненную задачу сформированы изначальный блок программных убеждений человека, как его личностные характеристики. Можно сейчас попробовать сделать тест. Маленький тест на то, чтобы вы понимали вообще, по какому каналу восприятия у вас идет доминирование информации. Вы просто будете сами знать. Я не говорю в данном случае, вот как это делится в психологии. Визуалы, там, кинестетики и так далее. Там даже проценты уже названы, да, кто сколько. Все мы смешаны на самом деле. И сейчас речь идет не об этом. Речь идет о том, какой из каналов восприятия вам поставляет по объективности самую достоверную информацию наиболее чаще и наиболее качественно, да. То есть не тот канал, по которому, вот, я знаю, что я кинестетик, что я могу потрогать там все. Но, например, по каналу звука у меня информация идет достовернее. Хотя при всем этом я являюсь кинестетиком, если брать по психологическим, там, этим характеристикам. Потому что, когда, если брать, там, например, снимать информацию по звуку, тоже во вьюинге и эти практики даются именно по каждому каналу, то по звуку у меня практически нет ошибок. Мой ум звук игнорирует как таковым. А если он его игнорирует, соответственно, он не вмешивается в дальнейшем при съеме информации. И все, таким образом этот канал получается достаточно такой достоверный. Вот. Мы сейчас попробуем сделать небольшую практику. И я вас поведу пять минут. Музыка. Субтитры сделал DimaTorzok